доброе утро мои дорогие подписчики хотела с вами поделиться раньше к сожалению не могла снимать потому что не было голоса и был насморк и был бы не очень наверное комфортно слушать сейчас более-менее голос есть не очень конечно свойственными хотела поделиться как прошли мои посадки как чувствуют мои розочки сегодня у нас второе мая значит это штамп double delight который зимовал в коробе я вам показывала здесь я он белый с красным вот и здесь к нему в пару я посадила розочку в которую я влюбилась вот это графиня сейчас я скажу точно стефани баронин гутенберг здесь она будет одна розочка здесь вот будет 2 ручка также здесь у меня котовники вероника полынь вот или адрес и то есть белые и фиолетовые у нас сегодня было 0 градусов и сейчас я там покажу что с молодыми побежками у нас они склонились но так говорится полет нормальный это вот у меня розочка которая без названия который цветет очень красиво там на моем канале есть они уже не один раз я снимала вот здесь конечно еще пока подготовка вот как я высаживаю свои розочки это ручка такая фиолетовая синяя твой land zone вот они дали побежки значит я сажала где-то 12 дней назад посадочную яму я добавляла перегной биогумус все это перемешивала с садовой землей которая заранее подготавливала и на дно ямы я положила супер фосфат перемешанный с грунтом вот розочки просыпаются коротко обрезала почки просыпается пролила ее на половину ямы потом засыпала до конца еще раз пролила и больше я 10 дней их не проливала то есть температуру когда я сажала у нас было где-то около 20 градусов а потом уже вот снизилась почему потому что сасывающие корешочки у нас образуется именно когда такая влажная рыхлая земля без болота так скажем вот я вчера их с гуматами пролила вот видите как они наращивают свою массу я сажала по два саженца чтобы уже наверняка я всегда как бы так делаю вот это тоже новые розочки которые посажены это у нас женевьем курсе флорибундочка и вон там также ничем я их не накрывала никакими бутылками вот это вот клумба которую я переделала это наш найденыш осенний который у нас уже я ее называла дуся почему не могу сказать вот она у нас принесла под порог дома троих щенят мы их всех пристроили и вот такой вот у нас жилет теперь новая потому что у нас была собака вайбер это каникорса черного цвета без единого пятна но к сожалению в прошлом году он у нас умер по болезни его была эпилепсия так это вот мои штамбики которые без названия да где я говорила что жадность меня одолела и я купила их виде их непотребный вид я их выходила и вот так вот они вот наращивают свою массу здесь я посадила йорк сконтинент френдшип вот посмотрите как они идут то есть вот после из по истечению 10 дней да то есть даже 12 я их привела вчера это здесь у нас ангела анжела прошлого года посадки здесь еще вот один куст это порт санлайт тоже сейчас покажу вот вам где солнышко не будет там розариум ютерсом здесь вот был у меня саммерсон который я выкопала и моя землячка из города балакова к сожалению не помню как название у нее написала мне что я практически зря это сделал и я с не солидарно и согласна может быть я поторопилась но уже я их пересадил они тоже прекрасно себя чувствует я посадил у них у папу саду здесь вот тоже розочка который я посадила два куста и почему-то без названия я думаю я исправлю положение вот здесь моя краса красавица большая роза которая процесса маргарет здесь ред леонардо да винчи который был посажен тоже в прошлом году здесь мед саммер и рне гасини как бы вот здесь вот я посадила монстрики которые пришли 3 леточки пьер дарансар и розариум ютерсом это вот еще один штампик все розочки даже вот на этой розочки смотрите у меня бутончик это у нас дарси басса вот смотрите какой бутончик мы проживаем саратской области у нас погода сейчас ночами вот ноль было два а днем где-то 15-12 градусов то есть похолодание поэтому мы тут попростывали здесь я посадила марику кюри здесь я посадил один куст наш сайт саженец был очень хороший вот эти тоже как наросла вчера еще я делала обработку от вредителей вот видите побежки и видно какого они цвета видите и вот они так склонились все ну я думаю что отдадут потому что вернее отойдут потому что я с мегафолом еще обрабатывал их то есть он считается как антистрессовый в том числе препарат я до этого обрабатывала и проливала мастером под корень а сейчас вчера я сделал обработку с пантофолом 20 20 20 мегафол у меня был вот и что я еще туда положила ай каплю не помню как она называется то есть розочки подкормила до этого я их обрабатывал изобиончиком здесь вот я сажал в прошлом году панелло но один бутончик который я оставляла что-то не похож на панелло посмотрю кто будет у нас в этом году там у меня букет парфе вот здесь у меня в прошлом году посажены пьер дрансар вот смотрите сколько здесь травы да здесь вот то что я тканью еще корой не засыпала прошлом году делала сейчас буду бороться с этой стороны сейчас покажу какой контраст это конечно у меня такая маленькая газонокосилка смотрите вот эту часть которую я в прошлом году тканью сделала а вот эта полоса которая без ткани вот такая вот разница здесь вот полностью обработан участок здесь до половины обработан сейчас буду вот ту сторону проделывать здесь тоже вновь посаженные розочки здесь у меня идет бременские музыканты из белая роза также которая у меня есть и я вот решила ей создать это вот штампики так вот еще одна клумба и здесь а здесь я сажала на чандос бьюти тоже очень красиво розами она так понравилось вот сейчас покажу как они склонили голову так жалко вообще то есть хорошо что не минусная я думаю так как у нас здесь на 4 градуса вообще разница с городом то есть мы как бы в низине у нас здесь все всегда позже и даже вот у соседей на верхнем ярусе уже тюльпаны например а у меня они еще только проклюнулись набирают бутоны здесь вот набрал бутончики уже у меня название было клематис вот он видите францис ривис вот такой вот климатис он у меня был посажен прошлой весной вот так вот он нарастил свою массу перезимовал очень хорошо и вот если видно да смотрите вот побег и вот он такой вот знаете как прозрачный стал видите и вот таких побегов очень много потому что вот видите как они склонились то есть вот они были обмякли и вот так вот повисли и так практически на всех розочках верхушки особенно вот на этом видно видите он практически вот видите и здесь и вот они прямо прозрачный как будто промерзли скорее всего здесь у нас был минус то есть 0 показывал вот я думаю может быть минус 1 минус 2 для молодых этих побежков конечно это было стрессом но будем надеяться что отойдет здесь у меня посажены были розочки прошлой осенью а вот еще один клематис сейчас мы его достанем посмотрим название такой вот розовый я просто название еще бирки мне переписала вот он такой вот клематис очень тоже красивый мы потом подпишем значит здесь вот я посадила розочку это проект and prejudice здесь они идут вот так вот у меня на переднем плане здесь у меня котовники шалфей вероника вот посажены розочки чувствуют себя прекрасно вот если бы ни одно но то есть они очень хорошо набирали массу видите как поникли по бежке жалко конечно вот здесь тоже я привязала узочку так вот выглядит грунт очка здесь я тоже уже корой сделала вот надо вот машинкой пройти этот контур отдельно газонокосилка не берет вот собственно говоря про посадку я сказала что дальше будем смотреть как будут развиваться саженцы но пока прижились все до единого пока у меня здесь идет процесс рабочий сейчас я буду бороться с сорняком то есть доделывать клумбу вот так вот тканью а потом буду засыпать король потому что без этого видели до разницу какую к сожалению это так а так прекрасно все сейчас вот идет вот там вот у нас вот это все обрамлением идет по лестнице это сирень наши великолепные березки которые все усеяли вообще своими сережками так что посадки всех моих саженцев я произвела чувствует у них чувствует они себя прекрасно то есть полет нормальный посмотрим дальше как они будут готовиться к цветению мои розочки сейчас еще подпишу оставшиеся везде как бы бирки а вот сюда я посадила в итоге из забыт стюарт очень прекрасная роза вот а и разоман жанон здесь у меня то есть я говорила по а здесь еще я посадила и соб то есть в обрамлении то есть сейчас вот я тканью заделаю и посмотрим что из этого получится так здесь у нас идет вестерлэнд и жасмина там это аспиринчик я сажала вот очень хорошо перезимовал тоже то есть прекрасно так вот на арку еле привязала вот этого монстра вырезала вырезала побеги в итоге вот что у меня из этого получилось так что вот буду сейчас бороться с сорняком здесь вот барбарисик у меня которые кружочком стригу вместе с аспиреи с одной стороны он зелененький с другой стороны желтенький хочу так сделать вот чтобы он пополам был и шариком его простригать так что всем хороших посадок хорошей приживаемости вообще вашим саженцем сейчас немножечко наведем порядок будем дальше делиться видео что из этого всего получается прекрасного настроения со всеми праздниками наступающими и прошедшими и всем всего доброго до свидания